Каждый новый день ребята из оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот» встречают рано. Темп их жизни расписан по минутам. В течение дня они даже не пользуются телефоном, что не совсем обычно для подростков. Выходят на связь с родными ребята один раз в день, вечером на полчаса. В свою очередь, педагоги делятся успехами воспитанников с родителями через вайбры, что удобно и приятно всем. Программа лагеря разработана так, что все ребята непрерывно заняты изучением новых для себя дисциплин, участием в соревнованиях, экскурсиях. Пусть это нелегко, но всегда результативно. Ребята прокачивают свои физические навыки, что очень здорово даже открывают у себя какие-то неизведанные ранее способности. Здесь намного интереснее, чем в каком-нибудь другом. Ну, можно и пострелять, метание гранат. Вот у нас было, например, недавно. Ну, физическая подготовка, как конкретно для себя. И здесь очень хорошие преподаватели, вообще очень хорошие люди. И очень интересно преподают, умеют заинтересовать в стрельбе, в рукопашном бою, ну, во всем. И здесь есть чем заняться. Например, вчера узнала, что мне хорошо получается метать гранаты. Ну, это круто. Здесь собираются там истинные, преданные люди, которые хотят заниматься военно-прикладными, военно-техническими видами спорта. Поэтому им тут нравится все. Единственное, что в связи с тем, что школ начальных военных подготовок сейчас нет. И нету таких нагрузок по военной тематике. То здесь им немножечко тяжело, потому что здесь как бы программа рассчитана на юно-армейцев. То есть, и рукопашный бой, и силовая тренировка. Ну, одно, так скажем, из развлечений, да, это стрельба из пневматики, стрельба из... Так, в компьютерном зале. Но чисто для развития, для поддержания молодого организма, конечно, такие лагеря нужны. Большую пользу принесут, здесь они сплачиваются, и трудности не закаляют. Поэтому там, где трудно, там они забиваются в кучку, и этой кучкой идут к победе. Во второй смене лагеря отдыхают и учатся одновременно 28 человек, 10 из которых девчонки. Всем ребятам от 14 до 17 лет. Что важно, все они не только из Бреста, но и из области. Помимо военной подготовки, в лагере, конечно, имеются и все атрибуты, стандартные, очень приятные молодежи лагерной летней жизни. Тут организовываются дискотеки, праздники, проводятся вечера с разговорами по душам, с ребятами работают психологи. Также они сами создают стенгазету лагеря. Некоторые из них приехали сюда не в первый раз, а это говорит о том, что здесь хорошо, и сюда снова и снова хочется возвращаться. Я второй раз, я сам из Подгомельской области, я приезжаю сюда, чтобы научиться зам военного дела и где-то их улучшить. Но, честно, можно приезжать сюда еще из-за новых знакомств, потому что за эти две недели, за первые три дня, два взвода, все девочки довольно-таки очень сплачиваются друг с другом, преподаватели делают упор на сплочение, чтобы ты не был там. Как-то разбивались на группе по общению, а работали все сообща как единый большой механизм. Плюс этого лагеря в том, что это, конечно, даже дисциплина, порядок и азы военного дела. Меня привлек этот лагерь, потому что я захотел улучшить свои навыки строевой, физической, а также огневой подготовки. А благодаря тренировкам, причем усиленным, которые проходят здесь буквально каждый день, благодаря рукопашному бою я наконец-то смог осуществить, можно сказать, свою мечту. Мы посещали пограничную заставу, также проводились всевозможные экскурсии, но помимо этого всего у нас были усиленные тренировки по рукопашному бою. Мне вот захотелось выделить особенно рукопашный бой, потому что так, как проводят его здесь, его не преподают нигде. И благодаря педагогам, организаторам материал усваивается очень хорошо, и ты действительно становишься лучше. Ребятам удается справиться с любыми сложностями, и даже темп такой вроде бы армейской жизни им нипочем. Возможно, потому что вокруг все пропитано духом отваги. Здесь особое место, ведь лагерь разместился на Кобринском укреплении Брестской крепости в здании 125-го стрелкового полка. И именно здесь, когда-то защитники цитадели отважно держали оборону в июне 1941 года. Мы стараемся их научить прежде всего помнить о том, что на этой земле было, особенно на земле Брестской крепости. Ценить то, что мы имеем на данный момент за счет дедов, прадедов и их родителей. Ну и, соответственно, научить их создать наше будущее и, прежде всего, конечно, защищать. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Телекомпания Бук ТВ.